девочки всем привет нашла вот такую фольгу и не покупала я и в пятнадцатом году часто делала с ней френчик выкладной мои клиентки любили такой френчик вот что от нее осталось это третья часть сейчас будем делать с ней дизайны для того чтобы сделать дизайн верхней формой с фольгой нужно эту фольгу отсоединить от пленочки берем швейную булавку с бусинкой чтобы было удобнее держать и аккуратненько очень медленно отсоединяем от пленки это я делаю в очень быстрой перемотки потому что если бы я это показала как я делаю это в реальном времени то это было бы очень долго делаем очень аккуратно чтобы ничего не порвалось даже если порвется конечно ничего страшного не будет можно и кусочки выкладывать но у нас будет дизайн полностью на весь ноготь поэтому желательно именно на этот дизайн взять цельный кусок а потом уже на другие дизайны можно брать и кусочки тоже будет очень красиво отсоединяем вот такая красота мне очень нравится этот при потому что он какой-то такой светленький без режим и нанесла прозрачный гель я первый свой высушила а на второй свой выкладываем фольгу если она рвется вот так это не страшно самое главное что это цельный кусок что он не будет выглядеть так как будто бы его собрали из разных частей принта это будет раз заметно от цель на высоку сверлется ничего страшного фольга очень тонкая поэтому рвется самое главное выдавить все пузыри то что она рвется это не так важно важнее выдавить все пузыри я высушила срезаю лишнее покрываю защитным слоем геля на кончик выложила побольше геля высушила полностью выкладываю полигель кончик в этом дизайне я сделала полностью прозрачным гелем полигеля там не будет там очень толстый слой геля я считаю то что этого для кончика достаточно схожу на нет полигель чтобы было ровненько красиво плавненько приложила форму вот так под низом на кончике только прозрачный гель снимаем форму снимается очень тяжело из-за прозрачного геля сейчас будем пилить первым делом я убираю арку ноготь будет не квадратным закругляю углы пилку держу немножко под ногтем смотрю на арку полностью ее убираю и иду от точки в роста кончику ногти убираю арочку по бокам вот так пропилила покрываю топом высушила и вот что у нас получилось сейчас будем делать второй дизайн с этой фольгой их будет всего три посмотрим какой дизайн выглядит лучше нанесла гель прозрачный высушила и теперь наношу полигель буду делать градиент растяжку полигеля по ногтю плавненько стягивать вниз смачиваю апельсиновую палочку и подравниваю полигель сверху будет потолще поплотнее и к низу будет плавная растушевка растушевку нужно сделать очень плавненько красиво растушевку нужно сделать очень плавненько красиво помогу распределить полигель кисточкой чтобы было еще более плавнее и красивее готово высушила нанесла прозрачный гель полностью на всю длину и выкладываю кусочки леопарда этот полигель тот же что у меня на ногтях сейчас ему уже больше трех недель он стал очень густым лежит у меня на коврике все три недели я на него смотрю смотрю думаю использую к я его сюда но вообще лучше было бы сюда использовать без блесток полигель было бы мне кажется намного лучше но так как я делаю это впервые вместе с вами то ничего страшного следующий раз делаем без блесток высушила наношу прозрачный гель защищаю нашу фольгу это будет защитный слой чтобы ничего с ней не произошло сушим и теперь накладываем слой полигеля который будет соединен с родным ногтем взяла немножко распределяю красиво плавненько ровненько чтобы ничего не пилить под низом чтобы ничего никуда не вылазило сушим и наш ноготь готов переходим к третьему ногтю я нарисовала линии улыбки сделала подмалевочки коричневым цветом и черным высушила нанесла прозрачный гель и на этот гель выкладываю кусочки леопарда стараемся это все выложить без проплешин высушила и теперь обрезаю лишнее это конечно можно испилить но лучше обрезать потому что когда мы будем сейчас покрывать защитным слоем геля мы так намного качественнее сделаем ноготь когда вы делаете на родных на живых ногтях высушила прозрачный гель защиту и теперь мы наносим для красоты черный гель-лак чтобы под низом ноготь был красивый а не с бумагой бумага выглядит как-то не очень поэтому покрываем черным сушим идеально покрываем второй слой обязательно каждый слой просушиваем по минуте сушим выложила полигель все как обычно высушила сняла форму вот что у нас получилось вот такой леопардовый френч под низом все красиво ничего не уплыло пропилила покрываю топом всем спасибо большое за просмотр обязательно подписывайтесь на мой канал впереди нас ждет много всего интересного полезного красивого ставьте лайки и сейчас мы посмотрим какой все-таки леопардовый дизайн смотрится красивее напишите свое мнение в комментариях какой из трех ногтей вам понравился больше мне нравится френчик и полностью блестки все-таки тут лишний если бы их не было было бы намного лучше всем спасибо до свидания спасибо за просмотр! ui Продолжение следует...